В эфире наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Алтайохранкультура официально отказалась признавать комплекс зданий бывшей усадьбы купца Михайлова на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской памятника. Об этом через соцсети накануне сообщили активисты общественного движения Гражданский патруль. Напомним, они провели ряд акций против сноса усадьбы, на месте которой запланировано строительство высотного здания краевой прокуратуры. Как нам рассказал историк и краевед Данил Дегтярев, представители Алтайохранкультуры объяснили свой отказ тем, что якобы доказательств ценности усадьбы Михайлова недостаточно. И основания спорить решения, принятые краевыми властями, в 2006 году у них нет. Теперь, признают общественники, шансов спасти исторические здания почти не осталось. Тем не менее, они намерены продолжить борьбу, обратившись в суд. Что будет с этим историческим местом, покажет время, а место министра финансов края больше не вакантно. Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о назначении на эту должность Данила Ситникова. К слову, обязанности министра финансов Ситников выполнял с 12 февраля. Именно в это время пост покинул Владимир Притупов, который теперь работает в аппарате правительства России. Данил Ситников родился в 1976 году в Барнауле. В руководстве края финансами занимается давно. Там он работает с 1999 года в должности заместителя министра с июля 2015 года. Продолжим выпуск. Сегодня у броноульцев есть последняя возможность зарегистрироваться на тотальный диктант. Правда, некоторые площадки уже закрыты, но остались последние места. Ежегодная акция начнется завтра в 15 часов. Проверить знания русского языка собирается около 800 жителей города на 18 площадках. Диктант напишут даже в исправительной колонии. Автор произведения для «Тотального диктанта-2019» – писатель Павел Басинский. Читать текст будет Олег Купчинский, Сергей Зюзин, Вера Климанова, Максим Костенко и другие медийные личности. Также к «Тотальному диктанту» присоединятся «Новоалтайск», «Белокурь», «Хорубцовск», «Камень-Наби» и «Зато-Сибирский». А на днях стартовал прием заявок для участия в ежегодном молодежном управленческом форуме «Алтай. Территория развития». До середины мая все желающие могут пройти регистрацию через информационную систему «Молодежь России». Конкурсная комиссия выберет лучшие портфолио и работы, авторы которых отправятся на форум. В этом году АТР пройдет с 9 по 14 июня на территории Сибирского подворья. Главная задача, по мнению организаторов, сформировать мощную команду молодых и талантливых управленцев для повышения качества жизни и социально-экономического развития Сибири. В этом году на форуме будет работать 20 образовательных площадок по 14 направлениям. Подробнее об этом и не только можно узнать на официальном сайте форума. А в Краевом музыкальном театре вы узнаете, как пришить старушку. Там готовят спектакль с таким названием. На репетиции и постановке была моя коллега Дарья Эйдемиллер. Сегодня нас пригласили в музыкальный театр Алтай на репетицию спектакля «Как бы нам пришить старушку» по пьесе американского драматурга Джона Патрика. Постановка пройдет на малой сцене. Здесь уже стоят все декорации и артисты репетируют в костюмах. Поздравляю вас, сэр. Вы будете читать совершенно свежую газету и есть почти свежий продукт. Это рот для меня настолько непривычный и трудно. Совершенно в другом жанре играли всю свою жизнь. Если взять скрипач на крыше спектакль, там где-то как-то, но все равно это мюзикл. А здесь практически драматический материал с музыкой. Спектакль собрали очень быстро, репетирует всего два месяца. Режиссер постановки Татьяна Столбовская. Татьяна, скажите, чем наша версия постановки отличается от тех, что ставили ранее? Дело в том, что я не смотрела спектакль, который ставила ранее. И вообще, когда выбираешь пьесу, стараешься не смотреть чужие постановки для того, чтобы первопочтение не затиралось, чтобы не произошло подмены своих мыслей чужими. Поэтому я предпочитаю не смотреть другие версии, не слушать, а только увидеть, что написано в пьесе и сделать какой-то свой вариант. То есть это будет самобытная постановка? Мы находимся в музыкальном театре, поэтому у нас еще это, конечно, все украшено интересной, красивой. Трогательной музыкой. Премьерные показы спектакля «Как бы нам пришить старушку» запланированы на следующую неделю. И на апрель билетов уже нет. Дарья Демиллер, Александр Антропов. Наши новости. А прямо сейчас о погоде. Спонсор прогноза – Банк Восточный. А Ольга из бухгалтерии каждый день в новом. Как она это делает? Кредит, что ли, взяла? Я тоже возьму. А такое платье увидела? Вот возьму и куплю. И сумку. Одобряешь? Одобряю. Одобряем кредит до миллиона рублей под 9,9% на ваши цели. Восточный банк. Одобряем ваши желания. Ясные по весеннему тепло на всей территории края. В Валейске, Рубцовске, Камьи, Наби, плюс 16, 14. В Бийске и Заринске, в Барнауле, юго-западный умеренный ветер, ночью плюс 7, днем до 15 тепла. Напоминаю, телефон редакции 722-440. Очередной выпуск нашей программы уже вечером. До встречи. Продолжение следует...